Закон не писан. В Оренбурге закроют сайты, торгующие алкоголем. Любителям принять на грудь достаточно было оформить заявку на покупку брелка или зажигалки и в качестве бонуса клиент получал горячительный напиток. Нашли выход. После запрета продажи алкоголя после 22 часов некоторые предприимчивые продавцы придумали иной способ реализации горячительных напитков. На прошлой неделе были проведены сразу несколько рейдов, в результате которых и выявили продавцов, незаконно торгующих спиртным ночью. Кроме того, прошла прокурорская проверка на предмет сайтов и групп в социальных сетях, которые круглосуточно доставляли алкоголь на дом. Для этого необходимо было купить сувенирную продукцию в интернете и по случайному стечению обстоятельств получить в подарок спиртное. До настоящего времени все сайты работали в свободном доступе. Теперь такие приятные для некоторых бонусы признаны незаконными. Сайты осуществляли реализацию конкретно по городу Оренбургу. Среди них алкодоставка.ком, алканайт 56 и иные сайты. Прокуратура Ленинского района в ходе мониторинга были выявлены данные сайты. По вступлению решения суда в законную силу информация о данных сайтах будет направлена в управление Роскомнадзора и данные сайты будут включены в реестр сайтов, которые запрещены. Доступ к ним будет ограничен, они будут закрыты. Лилия Ахмазянова добавила, что сейчас аналогичные проверки в городе продолжаются. И добавим, в Госдуме готовится новый антиалкогольный проект. Три депутата ЛДПР считают, что с витрин магазинов нужно убрать алкоголь. Таким образом, законодатели намерены снизить остроту проблемы алкоголизма в стране, пишет сегодня российская газета. Предполагается, что новые правила продажи алкогольных напитков будут работать по типу вступивших в силу еще летом норм антитабачного закона, согласно которому в магазинах закрыты полки с сигаретами.